Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот наконец-то у нас закончились морозные ночи, из-за которых я говорила, что долго не подвязывала огурцы, они были в лежачем положении. Вот сегодня я пришла огурцы подвязать, чтобы они наконец-то могли свободно плестись. И я хочу несколько вопросов сегодня осветить по огурцам, потому что вопросов очень много. Какие первые подкормки сделать? Потому что люди расстраиваются, что немного начинают желтеть листья. Конечно, это огурцы, это только маленькое количество для получения раннего урожая, массово я еще не высаживала. Это именно те, которые я высадила 3 мая. На них уже завязи, но тут опять какой у нас вопрос. Многие спрашивают, почему опадают завязи? Это тоже надо осветить, потому что вот такие маленькие кустики, они не способны сформировать большой огурец. И для этого люди прищипывают некоторые даже. Так вот, про подкормку нужно сказать, про завязи, про формирование. Для каждой темы я сделаю отдельное видео. Сейчас вот это видео будет только о том, чем подкормить огурцы. Вот именно в этот период, 2 недели после высадки. Вот они хорошо принялись у меня. И, казалось бы, ой, крыска опять пришла. Вот смотрите, про подкормку тут у нас будет у всех опять разная ситуация. Смотря как вы заправили грунт во время высадки, смотря что вообще, я расскажу про свое. Я перед тем, как высадить, я заправила грунт золой, заправила рыбной мукой, добавила много перегноя. И поэтому вот в самом питании огурцы сейчас не нуждаются. Но из-за того, что у нас длительный, продолжительный период вот этих морозных ночей, и температура была такая, которая не подходит для огурцам, он теплолюбивый, а у нас было очень холодно. То я все-таки делаю вот на таком этапе первую подкормку. Но это не совсем подкормка, как я говорю, это больше я их называю как угощение. Я спрыскиваю эпином. Так. Если мы прочитаем, какое действие оказывается эпин, то это универсальный андистрессовый адаптоген, восстановление поврежденных растений. И, короче, все вот в этом роде. То есть, сейчас проведя опрыскивание эпином, я просто помогу растению как бы восстановиться после этих холодов. Но я, конечно, сначала сейчас подвяжу, потом буду опрыскивать. Это даже больше не подкормка, а именно что поддержка растения. Но это нужно огурцам. Можно сделать так же. Если не эпин, еще один вариант. Микроэлементы. Вот то, что я делала первое, опрыскивание томатом, это же самое можно сделать огурцам. Потому что здесь у нас есть и бор, и, ну, короче, не буду все перечислять, 9 микроэлементов, которые именно помогут растению восстановиться после вот этого холодного периода. Но если уж вы чувствуете, что у вас не хватает... Сейчас покажу. Если у вас грунт, по вашему мнению, такой, как бедноватый, можно сделать подкормку вот таким любым жидким удобрением. Вот здесь входит гумат, калия, азот, фосфор и калий. И если у вас недостаточная зеленая масса, если они не нарастают, если остановились в росте, то вот такой состав, например, с повышенным содержанием азота огурцам очень хорошо пригодится. Если про томаты я говорила, что их мы весной азотом не подкармливаем, чтобы они не жировали, то огурцы такие подкормки воспринимают прекрасно. Вот листики, если чуть-чуть желтые, или если растения остановились в росте, пожалуйста, можно хоть полить, хоть по листу. Вот такие комплексные магазинные удобрения можно сделать первую подкормку. Но это в том случае, если у вас, например, недостаточно перегноя или вообще не добавили. Вот я такой сейчас не буду делать, потому что у меня в грунте и так там все добавлено. Я сделаю только опрыскивание пеном. Я вот сейчас пройдусь и этим пеном опрыскаю всех. И те перцы, которые я не высадила, потому что они очень долго сидели в холоде, они уже некоторые даже зацветают. И баклажаны, и невысаженную рассаду. Потому что у нас наконец-то первый день сегодня неожидаемой морозной ночи с минусом. И вот этот период, который продолжительный, они все сидели в холодной температуре, им всем нужна поддержка, не только огурцам. А огурцам в первую очередь, потому что я говорила, что они очень теплолюбивые. Если ниже 14 градусов, а, конечно, здесь было ниже 14 градусов ночью, то у них рост вообще даже замедляется, останавливается. Ну ты что, Надюша? Все, вот это вот первые действия, которые я сделаю с огурцами. Я сейчас подвяжу, я сейчас сделаю опрыскивание. И потом я вам покажу, какие листья с них надо удалять, и какие, возможно, завязи выщипывать. Потому что огурцы мы формируем точно так же, как томаты. И старые листья, которые на земле лежат, которые, возможно, уже не нужны, отработали свое, мы их выщипываем осторожно, опять же, как умеренно. И завязи нижние, кто-то выщипывает, кто-то нет. Я расскажу, зачем их выщипывать и в каких случаях нужно делать это обязательно. У меня вот уже есть один уродливый огурец, вот видите, у которого сформировалось два огурца в ущерб просто вот самого растения. Они высосали все растение, и оно как карлик по сравнению с другими. Вот у кого нет таких больших огурцов, и выглядит хорошо. А вот те огурцы нужно было прищипнуть вовремя.